Все были в замешательстве, когда в ветеринарную клинику пришла бедная бездомная кошка с сломанной и поврежденной лапой. Однако то, что ветеринар сделал дальше, было самым шокирующим. Приемная известной ветеринарной клиники в Стамбуле, Турция была заполнена шумом ожидающих животных и приглушенными разговорами их хозяев. Но внезапно внимание всех сместилось ко входу. Через автоматические двери медленно и робко вошла маленькая тощая рыжая кошка, которая грациозно пробиралась к стульям, где ждали своей очереди к врачу маленькие четвероногие пациенты. Сразу бросалась в глаза хромота, мешавшая ее уверенной походке. Над приемной повисла тишина, а сочувственные взгляды застыли на ее поврежденной передней лапы, которая явно причиняла сильную боль. Даже все животные, казалось, немного притихли, когда кошка осматривалась по сторонам. Хотя было ясно, что эта кошка, бездомный бродяга, ежедневно борющаяся за выживание на улицах Стамбула, она проявляла невообразимое мужество, обращаясь за помощью, несмотря на равнодушие горожан. Взгляд кошки переходил от человека к человеку, сидящим в приемной. Она сидела, слегка приподняв лапу, как будто ей было больно наступать на нее. В конце концов, она снова встала и осторожно подошла к регистратуре, медленно обойдя ее и посмотрев на дверь кабинета ветеринара, издав несколько сдавленных мяуканий. Все с любопытством и сочувствием наблюдали за ней. Как эта кошка точно знала, куда обращаться за помощью? Бывала ли она здесь раньше? И даже если бывало, как ей удалось найти нужное здание в запутанном лабиринте улиц Стамбула? Сам ветеринар, сидевший за регистратурой и разговаривавший со своими коллегами, был поражен этим незваным посетителем, ищущим утешение среди незнакомой обстановки. Кошка смотрела на него, приподнимая свою переднюю лапу и жалобно мяукая. Не раздумывая, ветеринар подал знак своим ассистентам приготовить все необходимое, а сам осторожно, но доброжелательно приблизился к страдающему животному. Он сразу понял, что должен помочь, это был просто инстинкт после многих лет, посвященных заботе о животных. Его преданность и сострадание к животным были заложены в нем с детства. Выросший в окружении домашних питомцев и приютившихся бездомных, он с детства стремился облегчить их страдания. Это призвание вело его через бесчисленные ветеринарные чрезвычайные ситуации, и теперь оно подтолкнуло его помочь этому незванному посетителю в беде. Уши кошки тревожно дергались, пока она наблюдала за каждым движением ветеринара. Стерильный запах кабинета в сочетании со слабыми криками других животных делали кошку еще более напряженной. Чувствуя ее страх, ветеринар говорил успокаивающим тоном, его голос был как теплое одеяло в холодный день. Постепенно напряженные мышцы кошки расслабились, и она осторожно приблизилась. Она явно все еще была нервной, но желание вылечить больную лапу пересилило страх. Когда ветеринар осторожно осмотрел каждую рану на сломанные лапы, его руки излучали и мастерство, и нежность. С каждым бережным прикосновением он очищал грязь и мусор, скопившиеся на поврежденной конечности. Его пальцы, казалось, точно знали, как обращаться с каждой травмой, уделяя им внимание, как хрупким частям головоломки, которые нужно было поставить на место. Он наложил шину на поврежденную лапу и перебинтовал ее, чтобы удержать на месте. Методы обезболивания, примененные ветеринаром, были немного немало виртуозными. Он искусно ввел лекарства, чтобы притупить любой дискомфорт, одновременно обеспечив, чтобы они не подавили и не дезориентировали кошку. Было очевидно, что этот человек отточил свое мастерство на протяжении многих лет, собрав арсенал методов, специально разработанных для облегчения страданий животных. Однако, помимо физического исцеления, в его подходе был эмоциональный аспект. Ветеринар излучал эмпатию и сострадание к испуганному созданию перед ним. Он понимал, что страх может быть таким же пагубным для выздоровления, как и физические раны. Поэтому он стремился не только облегчить боль, но и взрастить в этой жизни стойкой кошки чувство надежды. Кошка была в надежных руках, и казалось, что само животное начало это понимать. Некогда нервное животное постепенно расслабилось под его попечением, ощущая исходящую от этого преданного профессионала искреннюю заботу. Ветеринар продолжил осматривать кошку, делая ей полное медицинское обследование. Удивительно, но физически кошка была в отличной форме, ее зубы и когти были в порядке, а ее тело и внутренние органы выглядели идеально. В самом деле, за исключением поврежденной лапы, очевидных проблем не было, что само по себе было ни много ни мало чудом, учитывая, что она жила на этих турецких улицах неизвестно сколько лет. Но было также ясно, что шерсть кошки грязная и покрыта паразитами, это выглядело ужасно, но, к счастью, ветеринар мог легко вылечить кошку дозой таблеток. Он также сделал ей несколько уколов, чтобы гарантировать, что кошка останется здоровой и в форме. Жизнь на улицах Стамбула могла быть тяжелой, поэтому если ветеринар мог сделать что-то, чтобы облегчить жизнь этой бедной бездомной кошки, он это сделает. В том кабинете, наполненном медицинскими инструментами и антисептиками, произошло нечто волшебное, установилась связь между двумя существами, которые только что встретились, но которых объединили сострадание и доверие. И хотя впереди у этой раненой кошки были еще препятствия, ей больше не придется сталкиваться с ними в одиночку. В приемной висело ощущение трепета, когда каждый от детей до пожилых с затаенным дыханием наблюдал, как ветеринар работает. Он держал дверь в кабинет открытой во время лечения кошки, и люди пристально за всем наблюдали. Преданность и эмпатия ветеринара были ощутимы, исходящие от каждого его прикосновения, пока он тщательно перебинтовывал поврежденную лапу. С новым чувством сострадания, пробудившимся в их сердцах, люди стали свидетелями простого поступка, который глубоко затронул их. Наконец, с нежным похлопыванием по спине и теплой улыбкой ветеринар отпустил благодарную кошку, чтобы та вернулась в мир. Это была уже не просто еще одна бродячая кошка, бредущая по хаотичным улицам Стамбула, отягощенная болью. Она нашла утешение и заботу внутри этих стен клиники. Конечно, она укутывала, явно немного стесненное бинтом на лапы, но со временем бинт снимут, а к тому моменту лапа должна была достаточно зажить. Ему было немного не по себе, отпуская кошку в таком виде, но он должен был осмотреть своих обычных пациентов, и не мог повернуться к ним спиной, чтобы преследовать бездомную кошку по городу. В конце концов, куда бы это его привело? В темный, опасный и грязный переулок, где живут только бездомные животные. У него не было духа увидеть то место, которое она называла домом. Однако было кое-что, что он мог сделать, распространить информацию о хрупком положении бездомных животных города и призвать жителей Стамбула уделять больше внимания местным нуждающимся животным. Дни превратились в недели, когда по Стамбулу разнеслась весть об этой необычайной встрече в ветеринарной клинике. Вдохновленные этим бескорыстным поступком ветеринара по отношению к невинному существу, часто игнорируемому обществом, отдельные лица и организации неустанно работали над решением нескольких проблем, с которыми сталкиваются бездомные животные по всей Турции. Были реализованы программы стерилизации бездомных животных, расширились возможности и финансирование приютов, а также проводились кампании по повышению осведомленности общественности, призывающие к усыновлению вместо брошенных животных. Но как бы удивительно это ни было, произошло еще кое-что, что согрело сердце многих. Через несколько дней после их первой встречи рыжая кошка вернулась в клинику, чтобы поприветствовать человека, который помог ей в момент нужды. Ветеринар был рад увидеть своего друга снова, и после быстрого осмотра взял долгий перерыв, чтобы осыпать кошку лаской. Когда он увидел, как она уходит снова, он подумал, что это конец их дружбы, но к своему величайшему шоку и удивлению, кошка ждала снаружи клиники в конце его смены. Он почувствовал, что это судьба, и тут же решил усыновить маленькую рыжую кошку. Кошка нашла его дважды, и хотя он был уверен, что она могла бы найти его еще раз, он не хотел тратить ни минуты без нее. Итак, теперь очередь за вами, что вы думаете об этой невероятной истории? Вы когда-нибудь слышали о таком добром, заботливом и сострадательном ветеринаре? И как бы вы отреагировали, если бы увидели, как бедная раненая кошка заходит в ветеринарную клинику? Как всегда, нам очень интересно услышать от вас, поэтому обязательно поделитесь своими мыслями и мнениями в комментариях ниже.